Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных времен 13 марта 2018 года, вторник, по одному из старинных 15 день в месяц пробуждения природы, 7526 лета, понедельник. Роли в астрологии. Это череда эфиров, которые проводит Игорь Селенок. Тема первая – следование ролям и нарушение ролей. Надеюсь, вы поняли из доклада, что это очень важно. А теперь мы посмотрим, какие же были реплики и вопросы во время самого доклада. Итак, первый вопрос пришел от Геннадия Романенко. Вот прям сам-сам в начале. Еще эфир так только-только успел, начался, а уже вопрос появился. Как убрать или перевоплотить гордыню? Часто очень мешает. Благодарю. Благодарю вас за вопрос. Это на самом-то деле один из важнейших вопросов, особенно для людей, которые, скажем так, находятся под влиянием Солнца или под воздействием Солнца, да и не только в принципе Солнца. Так вот, что касается гордыни, самый простой метод – это жертвование и служение. То есть, если человек начинает служить другому человеку с позиции жертвовать каким-то своим вниманием, временем, то это способствует тому, что гордыня постепенно утихает. Это если говорить, ну, скажем так, философски, да, с некого философского подхода. Но опять же важно понимание, понимание того, что если у меня растет гордыня, то где-то я нарушаю свою роль. Для этого, в принципе, достаточно просто обратить внимание на то, как я начинаю общаться с людьми, на то, как я начинаю к ним относиться. И это очень быстро и ярко проявляется. Главное просто быть в неком внимании к себе и в некой осознанности. Ещё одна рекомендация, как убрать гордыню. Ну, скажем так, начать интересоваться, как у людей дела. Это тоже способствует тому, что я своё время уделяю другому человеку. Если, например, это руководитель компании, то проявить интерес непосредственно к своим сотрудникам. Если это глава семейства, больше проявлять интереса к своим семейным, если это в отношении друзей, больше начать проявлять интереса, обращаться, быть может, даже к ним за какими-то там рекомендациями, помощью. То есть в каком-то смысле искусственно занижая себя в своём сознании, мы и создаём возможность того, что гордыня всё-таки будет в том или ином смысле на определённом уровне не превышаться. Есть также практика поклонов, которая, как говорится, способствует тому, что гордыня уходит с тонкого плана, то есть с нашего подсознания. Вот несколько методов. Надеюсь, хотя бы какой-нибудь из них поможет вам. Благодарю. Благодарю. Далее, Стеша. Вопрос эфир задаёт. Как открыть родовой канал и насколько это невыполнимо? Спасибо. Мне нравится этот вопрос, насколько это невыполнимо? Как будто бы надежда. Может быть, не удастся мне раскрыть канал? Вопрос, насколько это выполнимо? А насколько это невыполнимо? А вдруг откроется? Скажите, пожалуйста, это случайно не 25-й троллейбус? Нет? Фу, повезло. Ну так вот, как раскрыть родовой канал, открыть родовой канал и насколько это всё-таки выполнимо? Прежде всего, я сторонник, ну скажем так, практического метода. И практического метода с позиции, как говорит мой дорогой учитель Анатолий Васильевич Мульский, и с позиции разума. Потому что можно подходить к различным технологиям, но не всегда технологии способствуют тому, что разум как-то расширяется. Так вот, дорогие друзья, раскрытие родового канала начинается с того, что вы выражаете свою благодарность своим родителям, выражаете свою любовь своим родителям. Конечно, мы не только можем испытывать, как бы там ни было, но мы не только можем испытывать по отношению к своим родителям благодарность или любовь. Иногда бывают какие-то обидки, иногда бывают какие-то осуждения и так далее. Мы помним важную нашу роль. Если я осуждаю или обвиняю, то я уже не являюсь в позиции ребёнка, я уже не являюсь в позиции дочери или сына. Следовательно, я, конечно, могу выразить свою эмоцию в этом отношении, но сделать это необходимо таким образом, чтобы оставаться в позиции ниже, в позиции дочки или в позиции сына, а именно попросить прощения за то, что я испытываю по отношению к родителям. Ну вот такие эмоции. Всё это тянется, конечно, от непонимания того, что родители были уполномочены отыграть мою карму, уполномочены таким образом познакомить меня с той самой моей кармой. Ну я, пожалуй, раскрою этот вопрос, наверное, ещё чуточку глубже. Как говорит один из старших товарищей, что в наше время мы живём в информационном эпоху или в информационный период, и плотность информации настолько велика, что это перегружает в том числе наше сознание. Также ещё и с этим растёт энергетический, ну уж извините, я прибегну к этому слову, ну некий потенциал мощности человека. Потенциал мощности каждого человека растёт. И, следовательно, если мы обращаем внимание на это, психика наша перегружена, то есть сознание нам развивать намного сложнее, потому что информации огромное количество, и мы не успеваем что-то внедрять. Но наряду с информационным потоком растёт поток нашей мощности, наш потенциал. А это говорит о том, что любое наше осуждение в адрес наших родителей или в адрес наших близких, кого угодно, даже не близких людей, того, кто просто нас обидел, кассир какой-то нам нагрубил в конце рабочего дня, и ему стало, там как-то уж не выдержал и нагрубил. И мы на него тоже отреагировали. На тонких планах происходит повреждение других структур, то есть структур другого человека, я имею в виду. Разумеется, это встречает обратную связь. Такое же повреждение или разрушение происходит и у нас на тонких планах. Соответственно, происходит бесконечная война. И это и создаёт как раз-таки нашу карму. За миллионы воплощений душа огромное количество раз испытывает ту или иную эмоцию в адрес окружающих её других живых существ. И тем самым это проявляется как некое желание. Творец, как известно, удовлетворяет все наши желания. Да, они происходят в той или иной степени с некой задержкой, но это происходит для нашего же собственного блага. Сейчас всё имеет тенденцию ускоряться, и наши желания ускоряются. И, соответственно, я не знаю, насколько доступно мне получилось изложить или донести это понимание, но, соответственно, каждая моя эмоция в адрес какого-то живого существа способствует тому, что найдётся другой, кто испытает такую же эмоцию в мой адрес. А, следовательно, каждое моё желание в адрес другого живого существа способствует тому, что найдётся кто-то, кто будет испытывать желание по отношению ко мне. В какой вектор я буду окрашивать это желание, всё зависит от моего отношения и развития моего сознания. Если же я не придаю этому значение и своими эмоциями разбрасываюсь направо и налево, то, соответственно, я, подобно тому, как из автомата, веду расстрел окружающих меня людей или других живых существ. И, разумеется, по законам этого жанра, в мой адрес будет происходить ровно то же самое. И таким образом и происходит становление кармы человека. Ну, это, опять же, я не претендую на то, что это единственно верный вариант, но это один из вариантов того, как происходит карма человека. Человек испытывает желание, это желание так или иначе, но реализуется, и оно вызывает какую-то, опять же, хорошо, если позитивную эмоцию у другого человека. Или негативную, отрицательную эмоцию. Или, может быть, не только там эмоции. Бывает ещё и серьёзней ситуации. Ну, скажем так, кто-то там подумал о человеке плохо, а он ножку подвернул, сломал или ещё что-то. Всё зависит от того, насколько внутренний потенциал человека простроен или насколько он объёмен. Так вот, возвращаясь к теме родового канала, начинается всё с того, что мы выражаем свои чувства. Если мы выражаем их правильно, ну, то есть я имею в виду, благодарим, гордимся, уважаем, любим наших родителей и говорим им об этом, что тоже очень важно, потому что, ну, в какой-то степени род нам именно для этого и дан. Род, я имею в виду, как часть нашего тела. Соответственно, если мы выражаем, мы начинаем делать шаги в сторону того, чтобы раскрывать родовой канал. Конечно, есть ещё и другие практики, но я бы не хотел сейчас идти в позицию технологий, потому что в своей консультативной практике я уже огромное количество ситуаций встречал того, что люди, особенно в какой-то теме эзотерической, подкованы. И сколько бы они практик ни делали по отношению к своему роду, но если отношение человека в оппозиции, если отношение человека в негативе, то практика только усилит этот негатив. То есть то, о чём я говорил буквально полторы минуты назад, наш внутренний потенциал мощности, который мы направляем в момент нашего желания на улучшение или разрушение других тонких структур, других живых существ, практикуя, мы только усиливаем это разрушение, только усиливаем этот негатив. Поэтому так называемый технологический подход, он может быть несколько опасен, но я надеюсь, у меня получилось не слишком завернуть, отвечая на этот вопрос. Надеюсь, я надеюсь. Идём дальше. Дядя Вася, вопрос в эфир. А если отец гуляет направо-налево, ещё и бьёт мать и ребёнка, то это тоже типа пример? Дядя Вася, благодарю вас за вопрос. Да, как раз-таки об этом я и говорил, что если отец ведёт себя таким образом, во-первых, важно задать себе вопрос, какова причина? Какова причина такого положения? Я не могу сейчас там глубоко, да и не имея, наверное, даже компетенции в том, чтобы глубоко сейчас разбирать вот именно эту ситуацию, но тем не менее, тем не менее, это как раз-таки пример того, как делать не надо. И отец ввиду нашей кармы, ну, учитывая нашу карму, ведёт себя таким образом. Мы должны ему быть благодарны за любые его проявления. Но, опять же, не нужно путать благодарность за то, что он меня научил, как делать не надо, с потаканием его каким-то качеством. Понимаете? Если вы подпитываете его, развитие его невежества, деградации, то важно понимать, что найдётся кто-то, кто будет подпитывать и ваше невежество. А это не самое благоприятное. Конечно, все люди стремятся к тому, чтобы рядом с нами были только любимые, только прям самые нежные и ласковые. Разумеется, все люди стремятся к тому, чтобы дома было прям очень комфортно, находиться в какой-то регионе, более благоприятном для жизни, ну и так далее. Но Вселенная будет способствовать тому, чтобы мы пробуждались. Если вы помните, это очень важный момент, который необходимо прикладывать усилия, чтобы держать это во внимании. Если я выбираю шаг в сторону деградации, я тренирую деградацию. Если я выбираю шаг в сторону прогресса, я тренирую прогресс. А тренировка, ну как известно, способствует и укоренению привычки, и нарастанию оборота. Но здесь вопрос я бы еще хотел раскрыть немножечко с другой стороны. Если отец гуляет, и опять же здесь может быть несколько нюансов, почему отец гуляет? Важно задаться этим вопросом. Почему он бьет мать? И я слышал такое выражение или изречение, что мужчина с женщиной будет вести себя всегда как мужчина, если рядом с ним женщина. То есть если женщина ведет себя по-женски, это говорит о том, что такого человека, такую женщину не будет возникать даже идеи того, чтобы проявить по отношению к ней какую-то безответственность, не то, что там носили. Понимаете? Все зависит, конечно, от того, как многое, многое зависит от того, насколько человек проявляет себя в своей роли. Именно этому сегодняшняя как раз таки лекция и была посвящена. И тут вопрос того, а как же действительно ведет себя человек? Да, бывают нюансы, бывают нюансы, что в карме человека приходится ему пережить какие-то тяжелые, скажем так, ситуации. Но опять же, эти тяжелые ситуации человек может проживать как в невежестве, так и в благости. И в невежестве будет все только усугубляться. И будет некая иллюзия просвета. Ну и то, если и будет. В благости же и ситуации будут совершенно по-другому проходить. А если человек тотально уходит в благость, то есть очень глобально, всеобщим своим сознанием уходит в тему благости, то и свои переживания он может вообще во снах переживать. И это огромная для нас возможность. Ну, подумаешь, приснилось какое-то насилие. Да, как в реальности. Да, прям вот как наяву. Люди, как я говорил, под влиянием мраху, у них предрасположенность к ярким снам, если они не перегружают свое сознание интоксикациями, ну, либо какими-то другими патологиями или патологическими привычками, они вообще могут очень серьезно отрабатывать ту же карму во снах. Да и в принципе любой другой человек. Все зависит от того, насколько вектор внимания устремлен в эту сторону. Ну, надеюсь, это удовлетворит. Хорошо. Далее. Белый ворон тебе пишет. Если ты родился в хорошей семье, значит, в прошлой жизни был неплохим человеком, а если в плохой, напротив? Благодарю, Белый ворон, за такой глубокий вопрос, но на самом деле я не имею настолько серьезной квалификации для того, чтобы разбираться в каких-то прошлых воплощениях. Но, как показывает не то, чтобы даже практика, как говорят некоторые старшие товарищи, бывает так, что нынешняя семья выросла благодаря тому, что мы сеем какие-то семена, ну, посеяли какие-то семена в прошлом и плодами этих семян появляется нынешняя семья. Это благоприятная, полноценная семья, либо наоборот. А бывает так, что душа приходит такого уровня и просит таких испытаний у Творца для того, чтобы возвыситься еще больше. И не факт, что эта душа в прошлых воплощениях была там в хорошей семье или культивировала. Бывает так, что она именно просит у Творца каких-то серьезных испытаний и приходит такая душа в какую-то тяжелую семью для того, чтобы своим уровнем сознания, своим уровнем вибраций возвысить сознание окружающих. Бывает такая ситуация. А бывает в очень благочестивую семью приходит практически какая-то демоническая душа, которая смотришь и совсем непонятно, как так, такие благочестивые родители, вот такая вот ситуация. И приходит такая душа, как говорят, для того, чтобы углубить или укоренить их сознание, укоренить их сознание в позиции благости. и тем самым поспособствовать возвышению этой души, которая к ним приходит. Поэтому этот вопрос такой очень неоднозначный и на самом-то деле сложно проверяемый. Мы об этом можем обращаться к писаниям, можем философствовать, какие-то свои допущения, размышления. Кто-то бывает так, что что-то чувствует, но опять же, в любом случае это достаточно сложно проверяемые вещи. И как говорит один из товарищей иногда из-за нескольких воплощений только проверяются такие вещи, если уж человек решил идти в каком-то пути. Но тем не менее однозначного ответа у меня на этот вопрос нет, но не всегда такая позиция или понимание того, что я вот в прошлом воплощении был таким-то или с каким-то. Не всегда это приводит к какому-то развитию человека. Вот я привёл пример, два примера того, что были посеяны какие-то семена, которые выросли в такие плоды, или душа попросила у творца более тяжёлых испытаний. В первом случае мы принимаем и спокойно относимся к этой ситуации. А во втором случае, если же например у человека с гордыней какие-то могут быть проблемки, то эта информация наоборот возвысит его, возвысит в смысле над другими. Его собственное мнение о себе над другими. Что мол, о, какая же я, оказывается, душа, ничего так вроде пришёл тут справиться и донести этим невеждам, как же оно там оказывается жить. Это опять же путь к тому, что Вселенная создаст ситуацию для вразумления такого человека. Но тем не менее мы в любом случае находимся, пребываем, как говорится, в иллюзии материального мира под влиянием гунн и рано или поздно нас периодически может выбивать в ту или иную сторону. Благодарю за этот вопрос. Далее Константин тебе пишет «Извините, но Солнце это звезда, а не планета. Что за солнышко это планета под номером один? Планета в переводе с греческого означает блуждающий». Прекрасно. Благодарю вас, Константин, за этот вопрос. И вы знаете, вчера, перечитывая материал, так сказать, готовясь к сегодняшнему эфиру, я прям предвкушал этот вопрос. На самом-то деле, конечно, с позиции классической науки, современной науки, астрономии, Солнце определили как звезду, и в этом отношении она является звездой. Но у нас астрологов в каком-то смысле астрологов, Солнце прежде всего это Личность, прежде всего это Личность, которая курирует планету, курирует деятельность планеты Солнца. Это если уж совсем глубоко вдаваться в таком эзотерическом ключе. Даже не знаю, что ещё добавить. Дальше это уже будет лишь только углубление, и чтобы вас ещё больше не забудать в этом отношении. Да, в астрономическом понимании это звезда, но в астрологическом понимании это прежде всего грубое материальное проявление тела, которое влияет на грубые материальные тела посредством своих грубых материальных вибраций. И чем больше человек укореняется в своём сознании, что он является вот этим вот телом, скафандром биологическим, механическим, тем больше на него будет проявлять своё влияние или воздействие энергии этих же грубых материальных тел, о которых мы говорили ранее, таких как Солнце, Луна и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. Далее Татьяна Беленко, вопрос эфир. Как человеку построить общение в родовом канале, если у него отец умер, когда он был маленьким ребёнком? Благодарю. Благодарю вас, Татьяна, за этот вопрос. Это тоже очень важно. Ну, я бы рекомендовал вам, вот есть, я ещё приведу впоследствии свои контакты. Напишите мне просто в личку, и я вам дам ответ на этот вопрос. Ну, просто там такая практика, которую придётся широко раскрывать, опять же, если кому-то интересно, и не с позиции любознательности, а с позиции того, как действительно решить какую-то реальную жизненную проблему, которая вот непосредственно у вас присутствует. Вы мне, наверное, напишите на этот вопрос, я вам либо дам ссылку, где это подробно раскрывается, либо, если буду располагать временем, уделю вам внимание. Хорошо. Благодарю. Евгений Ёшкин-Кот. Вопрос в эфир. Как вы думаете, деньги пахнут? Можно усердно трудиться и открыть винно-водочный магазин? Благодарю вас, Евгений, за ваш вопрос. Не очень я, скажем так, понял сам по себе или суть этого вопроса, но дам комментарии относительно того, как я его воспринимаю. Что касается того, чтобы усердно трудиться и открыть винно-водочный магазин, я бы не стал так делать. И пользуясь случаем, еще бы и не рекомендовал бы делать так, поскольку открытие винно-водочного магазина, если мы даже будем рассуждать посредством логики, опираясь на ту информацию, которая сегодня прозвучала, посредством открытия винно-водочного магазина. Чему способствует человек? Человек способствует тому, что найдутся желающие принести туда свои деньги, оставить там свою жизнь. Мы сократим весь этап того, как происходит деградация у людей, которые испытывают пристрастие к алкоголю. Следовательно, по законам кармы найдётся тот, кто поспособствует тому, чтобы я, а как я уже говорил, время сейчас такое, что всё уплотняется, и если ранее ещё дети за подобные вещи расплачивались, то сейчас чаще всего расплачивается непосредственно сам человек. Поэтому я бы может, конечно, посредством своих комментариев зарубил идею на корню, но поверьте, такая идея, к сожалению, приведёт только к разрушению, поскольку сама по себе находится она в невежестве, то есть алкоголь это продукт невежества. Поэтому я бы вам не рекомендовал. А насколько пахнут ли деньги, ну, как это отнести к этому вопросу, в этом случае они бы пахли только разрушением и деградацией. Но я вот так это прокомментирую. Надеюсь, вы не будете меня осуждать за такой комментарий, но тем не менее моё мнение таково. В общем-то ты ответил на вопрос, хотя суть-то была такая. Если деньги не пахнут, то их можно получать любым способом. И в этом случае Евгений сказал, а если я открою виноводочный магазин, а если, например, я стану киллером, а если я стану ещё кем-то, который отравляющие вещества глобального масштаба или что-нибудь ещё такое делает, я же получу деньги. Ну, какая разница? Деньги за то, что хлебушка продал или за то, что украл хлебушек, потом продал. В одном случае хлебушек сам изготовил, вырастил, а второй украл. Ну, деньги те же самые примерно. Но ты уже ответил, поэтому идём дальше. Анжела Шемшур. Вопрос Прошу прощения, повторите, потому что что-то было со связью и часть слов просто Я тебя понял. Анжела задала вопрос. Планеты делятся на мужские и женские? Если Венера это женская, то поподробнее об этом можно? Благодарю вас, Анжела, за вопрос. Если говорить подробнее именно о Венере или обо всех планетах, ну, тут в любом случае это уже такой формат, наверное, даже более углубленного курса в каком-то смысле, но тем не менее, чтобы не оставлять у нас без ответа, Венера имеет женскую природу проявления. Если мы коснёмся темы Личности, то там всё несколько иначе, но отражение на человеке проявляется как проявление его женских качеств. это некая склонность быть может к перестановкам или к кулинарии, или, например, склонность к какому-то более большая склонность к танцам или к какому-то творчеству. Например, если это планета у мужчины, вместо каких-то силовых нагрузок, вместо того, чтобы идти на боевые искусства, он идёт в большей степени, например, в танцы. это как вариант или как одно из проявлений. Такой человек может быть склонен к неким пристрастиям удовлетворять свои чувственные потребности. Также такой человек может быть склонен к тому, чтобы проживать в прошлом большую часть своего сознательного времени, проживать в прошлом или бессознательного, наверное, даже больше бессознательного правильнее будет сказать. Можно ещё глубже и глубже раскрывать, но это такой вопрос уже более углубленного курса. В этом отношении я не являюсь преподавателем. Если вам интересно будет пройти обучение, то я с радостью дам вам рекомендации. Да и в принципе я всегда об этом говорю. Я рекомендую школу ведической астрологии Академии времени. Я там проходил обучение и прохожу в том числе обучение постоянно, повышая какую-то свою квалификацию. Это уже для меня в каком-то смысле семья, друзья, поэтому понимаю, что именно благодаря этим учителям моей жизни очень много всего изменилось и прежде всего понимание того, где и как прикладывать усилия. Благодарю вас, Анжела, за вопрос. Надеюсь, хотя бы в каком-то смысле я ответил на него. Ты даже, наверное, не заметил, как провел такую линию между танцором и спортзалом, когда бывший спортсмен после определенных манипуляций, когда ему кое-куда надавали, он может идти спокойно танцевать, ничего больше уменьшать уже ему не будет. Ну, ладно, идем дальше. Стеша А, вопрос в эфир. А тонкие энергии, это в пределах нашего понятия? Спасибо. К сожалению, не расслышал опять какая-то ситуация. Тонкие стеша. Благодарю вас, Теша, за этот вопрос. Ну, опять же, я сделаю некую поправку для себя, поскольку не имею прям таких компетенций говорить об тонких энергиях, ну, настолько, насколько, наверное, требует этот вопрос, поскольку я не обладаю, ну, по милости Творца, потому что в моем случае это бы развивало огромную гордыню, а мне с этим приходится и так постоянно бороться и сражаться с самим собой, так сказать. Это бы развило еще большую гордыню, поэтому по милости Творца и для моей же собственной безопасности меня не наделили никакими подобными качествами, чтобы видеть эти энергии, да, и, соответственно, иметь компетенцию, чтобы о них вот так вот прям смело говорить и рассуждать, но можно в каком-то смысле поразмышлять. Как описывается в Писаниях, тело человека, оно состоит из нескольких уровней, ну, или, если более простыми словами, есть несколько тел человека и тонкие структуры, например, психика имеет тонкую структуру, наше грубое тело имеет, собственно, как раз-таки грубую материальную структуру, психика, она имеет более тонкую структуру, мы ее как бы не видим, но она при этом присутствует и описывается, что есть как раз-таки тонкое тело психики, и когда люди соприкасаются, например, когда мы куда-нибудь заходим и встречаем другого человека, у нас складывается какое-то мнение об этом человеке, но наше мнение складывается об его уме, то есть соприкасаются тонкие планы тела ума одного и другого человека, и, соответственно, первое наше впечатление складывается об уме этого человека, а непосредственно о нем самом, о том, какими качествами он обладает. Мы внешне считываем, но так как ум привязан к нашим чувствам, ну, то есть, соответственно, там, слух, зрение, ну, и так далее, внешне мы считываем какие-то параметры, но контактируют совершенно другие уровни наших тел. Опять же, не знаю, насколько доступно я это поясняю, но суть примерно заключается в том, что у каждого человека есть несколько структур, и в зависимости от того, как мы взаимодействуем, опять же, карма, есть сенсоры, которые могут считывать карму человека, могут считывать то, каким образом будет проявляться, например, та же его гордыня. Один из таких людей это Сергей Николаевич Лазарев. В принципе, с его трудами вы тоже можете ознакомиться, они в общем доступе представлены, хотя он немножечко в другой традиции, но опять же, для общего ознакомления я считаю, что это будет каждому благоприятно, кто еще не знаком с его трудами. Так вот, есть разные структуры в жизни человека, начиная от тонкого тела его ума и заканчивая кармическими структурами. В зависимости от того, насколько человек сенсор, то есть насколько он компетентен в этой области, он может считывать те или иные структуры. Биоэнергетика, опять же, насколько раскрывает Сергей Николаевич, также позволяет в этих вещах ориентироваться, также позволяет считывать эти структуры. Но это нужно быть серьезного уровня и прежде всего серьезного уровня для того, чтобы справиться с гордыней. Потому что такие качества всегда развивают в человеке гордыню, всегда такой человек чувствует себя, ну, на ней несколько порядков, как правило, выше других. И это, так как ответственность и уровень его мощности, он уже становится значительно выше, его уровень ответственности также становится значительно выше, и, соответственно, спрос с такого человека также будет выше. Ну, вот так я раскрою этот вопрос. Опять же, не имея должной прям компетенции и квалификации, ну, я не буду в него сейчас сильно погружаться. Хорошо, далее Евгений Ёшкин-Кот. Вопрос в студию. Изучал ли ты труды Олега Новоселова? Согласен ли ты с идеей трех разновидностей мужчин? Высокоранговых, среднеранговых и низкоранговых? Исходя из этой идеи, обычная женщина всегда засматривается на высокоранговых. И это очень правильный природный инстинкт. А звезды здесь вторичны. Благодарю вас, Евгений, за ваш вопрос. Действительно, глубина его очень серьёзная. К сожалению, с подобного рода классификации я не знаком. И благодарю, на заметку возьму, ознакомлюсь. И вы на самом-то деле действительно важный комментарий дали, что звезды здесь вторичны. Прежде всего, важно понимать, что так или иначе, но звезды играют вторичную роль в нашей жизни. Вторичную роль в каком отношении? Изначально есть тело, и тело всегда первичнее. Звезды уже, ну влияние планет, оно уже имеет некое вторичное проявление. Это уже такой более, может быть, глубокий, но опять же вторичный, что очень важно, вопрос. Потому что если человек раскрывает свою природу мужчин и женщин, то дополнительная информация, если она уж и требуется, то она только для того, чтобы в каком-то смысле скорректировать. Но я дам ещё такой комментарий. Разумеется, присутствует в нашей жизни та или иная классификация. Ну, предположим, даже мы будем опираться на высокоранговых, средних и вышеранговых. И женщина по своей природе, разумеется, будет засматриваться на кого? На того, кто, так сказать, обладает некими качествами более высокого ранга. И это, в принципе, логично внутренне по её состоянию, по её отношению, поскольку это будет напрямую влиять на её потомство. Если уж мы как биологический вид человека даже будем рассматривать, напрямую будет влиять на её потомство, на то, какое будет качество, на то, какой качество и уровень жизни будет у неё. Но только часто я встречаюсь с такими ситуациями, что подобные засматривания, назовём это так, они чреваты, опять же, определённой ответственностью с позиции женщины. Потому что у такого человека, как правило, будут свои запросы. Такой человек, как правило, ну, рассмотрим категорию бизнесмена. Разумеется, такому человеку необходима женщина, которая будет, ну, по крайней мере, чаще всего я встречаю, что и у такого человека, и женщина, как по желанию человека, должна быть такая, с которой было бы о чём поговорить в его, условно говоря, кругу развития общения и компетенций или экспертности. Соответственно, и с женщиной спрос будет такой. Поэтому здесь нужно, конечно, мы стремимся всегда к лучшему, но нужно так или иначе отдавать себе отчёт, а вытянули я такого человека. И если уж я понимаю, что всё-таки где-то мне нужно ещё как-то постараться, то нужно увеличить, ну, скажем так, я бы рекомендовал расширить свой потенциал в этом отношении. И понимание должно быть того, что этот потенциал всегда придётся поддерживать, потому что такого мужчину нужно будет вдохновлять. И то, что мужчина достиг какого-то уровня, а мужчина — это структура, которая всегда находится под защитой женщины. И, как правило, либо у такого человека сильная мать, которая в него очень-очень сильно верит и очень сильно любит, либо у такого человека есть какая-то женщина, которая его внутренне питает. Быть может, она там за него как-то молится или ещё что-то, или просто верит и желает, и вдохновляет его. Потому что так или иначе, но такого человека кто-то сопровождает, кто-то даёт ему некое покровительство. Да, это приходит ему по карме, как и непосредственно его материальные блага, раз уж речь о них. Но важно понимать, что необходимо будет его вдохновлять, опять же, на таком же уровне, и как минимум на таком же уровне. Это очень-очень такие глубокие моменты, на которые нужно действительно обращать внимание, ну и прежде всего, как мужчине, так и женщине, потому что это будет определять дальнейшую нашу жизнь. А если мы, может быть, я немножко фанатично, конечно, заявлю, но коснёмся истоков, то как и женщина, так и, в принципе-то, мужчина выбирают себе партнёра на всю жизнь. И очень важно понимать, что от того выбора, который продиктован, и опять же, того, чем продиктован этот выбор, страстью, невежеством или благостью, будет и зависеть наше дальнейшее, то, как сложится наша дальнейшая судьба. Благодарю вас за этот вопрос, но, опять же, насколько смог, настолько ответил. Насколько смог, настолько и помог. Джордж Куварес. Доброе время суток. Вопрос. А в какой вы школе учились по астрологии? Там ведь много направлений. Благодарю, Джордж, за этот вопрос. Я учился в школе ведической астрологии Академия Времени. Находится эта школа в Москве. И направления, в которых я обучаюсь, как раз таки астрология, хиромантия, нумерология. То есть база этой школы заключается в том, что объединяет эти науки, поскольку, в принципе, они изначально являются едиными. Сюда же можно и физиогномик отнести, и еще и другие. Но, тем не менее, основная база заключается в том, что объединяются вот эти три системы. Дальше можно еще повышать квалификацию, углублять. Вот, собственно, то направление, в котором я обучался в Академии Времени. Это Всероссийский образовательный центр Академии Времени. Хорошо. Белый Волк. Вопрос. Душа приходит из своего рода или нет? Благодарю, Белый Волк, за вопрос. Ну, опять же, это все вещи очень сложно проверяемые, и разные системы говорят по-разному. Но, если вам интересно именно мое мнение, то я считаю, что душа может приходить с совершенно другого континента, вплоть до того, что с других планетарных систем. И изначально, как описывает душа, она вообще находится в совершенно другой структуре. структура минералов, структура животных. И только потом уже она переходит в категорию человеческую. Поэтому, ну, мое понимание такое. Но это лично мое мнение, лично мое восприятие. я считаю, я считаю, что могут быть совершенно разных родов, не обязательно. Но есть и, опять же, и такие проявления, когда в одном роду проявляется, воплощается душа несколько раз для того, чтобы какие-то свои вопросы решить, связанные именно с этим родом, получить именно какой-то опыт или помочь этому роду, ну и так далее. Всё зависит там уже от задач. Но, опять же, я исхожу из такой понимания полезности. Если эта информация каким-то образом помогает человеку что-то глубже понять и раскрыть свои качества, то, соответственно, есть смысл обращаться к этой информации. Если это никаким образом не помогает, если уровень сознания остаётся прежним, какая разница, с какой планеты или с какого рода прилетела душа, если уровень сознания остаётся прежним. Я считаю, что никакой. Благодарю вас. Замечательно. И надо в заключении от Натальи Панковой вопрос рассмотрим. А что делать, если сомнения замучили, прежде чем принять важное решение? Просто тяну и тяну. Нет чёткости. Наталья, благодарю вас за этот вопрос. Вероятно, у вас доминирующее влияние Луны, либо вы в неком периоде Луны находитесь, воздействие Луны. Как говорит мой учитель, у Луны в гостях. Ну, тут я бы сказал, необходимо, конечно, разобраться и посмотреть на… Потому что это будет не профессионально давать какую-то рекомендацию, что делать, если я не могу принять решение. Какое решение? С чем это связано? Быть может, вы не можете принять решение покупать стенку или комод? Или, быть может, это решение делать аборт или не делать? И понимаете, вы для себя там, например, решили какой-то вопрос, я сейчас там дам какую-то рекомендацию в этом отношении, и вы это спроецируете на свою ситуацию. А я в этот момент что сделаю? Свою собственную же карму. Поэтому я считаю, что это было бы не профессионально давать вот прям вот, так как не озвучено какое-то решение. Что здесь делать? Я прежде всего, для того чтобы… Я скажу, скорее отвечу, что делать для того, чтобы не создавались ситуации, в которых мучительно принимать решение. Прежде всего, возвышать гоны, возвышать своё сознание. Во-вторых, так как за принятие решения или решительности опять же может отвечать либо Луна, либо Венера, ну в зависимости от того, как она проявлена в вашей комбинаторике, то режим дня способствует опять же гармонизации влияния, ну например, речь о Луне, гармонизации влияния Луны. Банально, вы начинаете соблюдать режим дня постепенно, а следовательно, это и режим питания на протяжении дня, а следовательно, вы в своём сознании и в своём теле возращиваете больше потенциал, так называемой энергии или мощности, то есть вам уже в принципе легче становится принимать решение. Плюс, я вам рекомендую подключить банально какую-либо медитацию, дыхательную практику. Это также гармонизация Луны. Пожалуйста, медитируйте, и связь с Творцом будет у вас усилена в этом случае. А следовательно, намного чище будет ваше сознание для принятия решений. То есть, чем глубже человек простроен в практике, тем чище связь с Творцом, тем чище приходят ответы и понимание. Но и опять же важно понимать, тема решений, она в том числе может быть связана с родовым каналом, поскольку родовой канал определяет интуицию в нашей жизни и влияние интуиции в нашей жизни. То есть, если у меня с родовым каналом есть связь, и всё хорошо, я к родителям отношусь с почётом, уважением, благодарностью и любовью, соответственно, мне не придётся повторять какие-то глобальные ошибки, потому что я уже внутренне обращён к памяти своего рода. И, следовательно, если я внутренне обращён к памяти рода, «Зачем мне вновь трогать сковороду?» Этого уже не требуется, как правило. Но я не беру такие банальные примеры. Разумеется, каждый из нас рано или поздно дотронется до своей сковороды или на свои грабли наступит, но тем не менее, если у человека эти вещи и вопросы закрыты, то ему будет намного легче. Вот, собственно, так отвечу на этот вопрос. Ну а если у вас действительно какой-то наболевший вопрос, вы можете, опять же, обратиться непосредственно лично, контакты я ещё по завершению на слайде покажу. Кроме того, опять же, пользуясь случаем, сегодня мы немножко поговорили о теме питания, о теме вреда питания. И, в принципе, весна, девушки и женщины, как правило, устремляются в тему того, чтобы своё тело немножечко привести в порядок, садятся на какие-то диеты. И для каждого слушателя или зрителя Народного славянского радио, кто мне напишет, я дам рекомендации индивидуально относительно вашего дня разгрузочного, то есть вашего дня, в который благоприятно поститься, и, соответственно, пост в этот день будет способствовать более глубокому очищению непосредственно вашего тела. Вы мне просто напишите, я скажу, что необходимо сделать, и мы с вами пообщаемся, с радостью дам, ну, так сказать, проведу экспресс, не просто экспресс-консультацию, как я обычно провожу, а ещё и дам вот такую рекомендацию для слушателей Народного славянского радио. Вот и бонус прилетел. Хорошо. Ну что же, давай тогда будем уже заканчивать сегодняшний наш эфир на этой такой весёлой, хорошей ноте. Пожалуйста, пожелай что-то нашим радиослушателям и зрителям. Доброго вечного! Ну, как обычно, я в своём ключе, дорогие друзья. Я желаю вам любви и осознанности, поскольку эти качества, они позволяют и возвышать сознание, и культивировать то самое хорошее, светлое, что можно воспитать в себе для того, чтобы приукрасить этот мир, для того, чтобы сделать его ещё прекраснее ну и тем самым гармонизировать свою жизнь, гармонизировать влияние тех планет, которые влияют непосредственно на вас. Поэтому я желаю вам стремиться к любви, стремиться к развитию и повышать свою осознанность. Благодарю вас, дорогие радиослушатели и зрители за ваше внимание. Благодарю за то, что вы задаёте свои вопросы здесь в эфире и присылайте мне их в личные сообщения. Также со мной связаться можно будет по приведённым данным. Ну, опять же, это мой личный номер. Если у кого-то прям какая-то будет срочная, экстренная ситуация, звоните. Буду рад вам послужить, помочь. Благодарю вас за внимание. Благодарю Алексей и Народное Славянское радио за эту возможность. А у меня всё. Ну что ж, и ты же тоже принимай поздравления, благодарности. Поздравления за то, что хорошо провёл эфир, а благодарности за то, что много что интересного рассказал. Мне же остаётся напомнить только о том, что сегодня у нас по одному из современных календарей 13 марта 2018 года вторник по одному из старинных 15-й день месяца пробуждения природы 7500 даже 100 лет понедельник. Мы говорили на тему роли в астрологии. Это первая передача и серия роли в астрологии и название этой передачи «Следование ролям и нарушение ролей». Автор, сказитель Игорь Селенок. Прощаюсь с вами, друзья. Желаю всё самого-самого доброго. С вами был Народное Славянское радио. Игорь Селенок, Алексей Орлов. До встречи, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное Славянское радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова